Самая частая причина смерти людей в современном мире – это сердечно-сосудистые болезни. Наш главный мотор в какой-то момент просто перестает работать. А все потому, что заправляли его неправильным топливом. Сегодня в нашей традиционной пятерке недели продукты, полезные для сердца. Хурму иногда даже называют сердечным яблоком. Сразу несколько исследований, например, проведенные в Израиле, подтвердили, что эти плоды успешно борются с атеросклерозом за счет пектина и антиоксидантов. Антиоксиданты предотвращают развитие различных хронических заболеваний, в том числе тех, которые ассоциируются со старостью. То есть это заболевания сердечно-сосудистой системы. Много в хурме витаминов А, С, П, микро- и макроэлементов, калия, магния, йода, кальция, железа, марганца. А знакомый всем вяжущий эффект этим плодам придает дубильное вещество – танин. В небольших дозах он полезен, улучшает перистальтику кишечника. Но при избытке может возникнуть непроходимость. Не стоит есть больше одной хурмы в день из-за того, что она очень сладкая, содержит четверть суточной нормы сахара. Идеальный с диетологической точки зрения вариант – добавить хурму в овощной салат. Есть и другие неожиданные, но вкусные сочетания. Несмотря на ее большую сладость, безусловно, это один из самых таких, наверное, интересных гарниров, в том числе и для мясных блюд. Хурму нарезаем, поливаем маринадом из растительного масла, цветочного меда и зелени тимьяна с добавлением соли. Сладкие перцы натираем растительным маслом. Все это отправляем в духовку. Картофельное пюре растираем по листу пергамента и тоже в духовку. Теперь делаем ореховый соус. Для соуса нам необходимо будет обжарить орехи. Сегодня у меня арахис. Обжарим, затем смешаем в блендере с мякотью апельсина, огурцом, соком лимона и сахаром. Остается только собрать все компоненты на тарелке. Это салат с двойной пользой. Ведь орехи, как у курма, хорошая профилактика атеросклероза. И это второй номер нашего списка. Все орехи – богатейший источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, которые организм самостоятельно не вырабатывает. Если не употреблять ненасыщенные жирные кислоты, то, в принципе, существование человека невозможно. Опять-таки, потому что нарушаются очень многие виды обменов. И наши нервные системы, и сердечно-сосудистые. Самыми полезными все же считаются грецкие орехи. Их обычно рекомендуют съедать по горсточке в день. Отдельно или в смеси с другими орехами. Продукт это калорийный, поэтому перебарщивать не стоит. Кстати, во всемирно известном исследовании доктора Рамона Иструха из Барселоны наилучший эффект – 25-процентное снижение сердечно-сосудистой смертности – показала средиземноморская диета, обогащенная орехами и оливковым маслом, которая тоже широко известна как продукт, полезный для сердца. Под номером 3 мы поставили малоизвестного помощника в борьбе с атеросклерозом. Это чеснок. Американский ученый Мэтью Будов уже несколько лет изучает пациентов-сердечников, которым дважды в день дает чесночный экстракт. Результат потом оценивают по томограммам сосудов. У некоторых пациентов было множество холестериновых бляшек в сосудах, когда мы начинали исследование. Сейчас ситуация стала несколько лучше, и это очень обнадёживающий результат, потому что атеросклероз редко удается обратить в связь. Объяснений несколько. Сероводород из чеснока делает сосуды более эластичными, от повреждений защищает также антиоксидант аллицин. Атеросклероз развивается не на пустом месте. Для того, чтобы бляшка где-то возникла, нужно сначала, чтобы возникло повреждение интима сосуда, то есть разрушившиеся клеточки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов. Собственно, аллицин укрепляет стенку сосуда тем, что не даёт её разрушать. Чтобы получить пользу для сердца, необязательно есть чеснок свежим, пугая окружающих. Некоторые исследования показали, что так будет эффективнее, но неплохо работают и сухие экстракты. Разумеется, только по согласованию с врачом. Прекрасным защитником сердечно-сосудистой системы являются и томаты. Там содержится антиоксидант ликопин. Это он, кстати, придаёт помидорам красный цвет. Многочисленные опыты, когда пациентам давали выделенный из томатов ликопин, подтвердили, работает именно он. Но есть можно и нужно и сами помидоры. Кстати, как ни странно, под действием температуры их антиоксидантная активность не только не уменьшается, а даже возрастает. Помидоры за счёт своей тепловой обработки у нас сам помидор станет несколько раз вкуснее. Промаринуем дольки томатов в растительном масле с солью и чесноком и отправим в духовку. К томатам приготовим рыбу. Кстати, она тоже в нашей пятёрке полезных для сердца продуктов. Рыба жирных сортов. Тунец, скумбрия, сельдь, лососёвый, палтус очень богата омега-3 жирными кислотами, которые нас спасают. Основной профилактикой атеросклероза сосудов является применение полиненасыщенных жирных кислот. Собственно, для этого их и дают, чтобы привести в порядок уменьшить содержание вредного холестерина в организме. Вот вам вкусный вариант. Слегка обжариваем филе на сковороде с чесноком, тимьяном и лимоном, доводим до готовности в духовке. Отличным гарниром станут томлёные овощи. И вкусно, и полезно. Итак, у нас получился настоящий сердечный обед. Салат из глазированной хурмы с ореховым соусом и рыба с томатами и овощным гарниром. Все точные рецепты на сайте еда.шоу и на страничках Еда живая и мёртвая в Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Приятного аппетита и здоровья вам!